В эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут расскажем об основных событиях индустрии и подробнее разберем главные кинопремьеры этой недели. Это сразу три фильма казахстанского производства. «Летняя подростковая история. Каникулы оффлайн», «Криминальная комедия. Кино по понятиям» от продюсеров Асель Садвакасова и Оскара Бесембина и «Историческое полотно. Казахское ханство. Золотой трон», снятое студией «Казахфильм». На съемочной площадке Бигбалату Валиев. Сегодня в программе. Премьера трейлера фантастического блокбастера «Мстители. Финал». Режиссер Рустем Абдрашев рассказал о сложностях съемки картины «Казахское ханство. Золотой трон». А Хан Сатаев о работе над семейной комедией «Каникулы оффлайн». Мел Гибсон возвращается на экраны в боевике «Закатать в асфальт». Безоговорочным лидером кассовой гонки прошлой недели стал сольный фильм о супергероине «Капитан Марвел». За первый уикенд в нашем прокате ей удалось собрать 310 миллионов тенге. «Капитан Марвел» уступил прошлогоднему блокбастеру «Мстители. Война бесконечности», которому удалось заработать 384 миллиона тенге за первые выходные. Появился ли на этой неделе новый лидер бокс-офиса, узнаем в обзоре самых кассовых фильмов прошедшего уикенда. Пятое место. «Родители легкого поведения». Авантюрная комедия с Аликом Болдуином и Сальмой Хаек в главных ролях. История семьи на грани разорения, но скрывающей это всеми силами, приносит создателям в премьерный уикенд 5 миллионов тенге. Четвертое место. «Рожденный стать королем». Подростковая версия легенды о мече короля Артура. За первый уикенд проката картине удается заработать 24 миллиона тенге. Третье место. «Пиковая дама за зеркалье». Традиционно фильмы в жанре ужаса пользуются в нашем прокате стабильным спросом. Хоррор «Пиковая дама» зарабатывает за первые прокатные выходные 25 миллионов тенге. Второе место. «Как приручить дракона 3». Продолжение анимационного хита от студии DreamWorks о викингах и сказочных огнедышащих существах закрывает четвертый уикенд с кассой в 60 миллионов тенге. Первое место. «Капитан Марвел». Долгожданный сольник о женщине-супергерои от студии Marvel продолжает лидировать в нашем прокате и вновь становится лидером прошлых выходных, собрав 116 миллионов тенге. Неожиданно для всех Marvel Studios презентует второй официальный трейлер супергеройского блокбастера «Мстители. Финал». Ролик кратко напоминает о событиях прошлого и в очередной раз показывает, как «Мстители» готовятся к финальной битве. В конце трейлера команду «Мстителей» героически показывают в тех самых белых костюмах, которые ранее можно было увидеть на слитых в сеть концепт-артах. Вероятно, они нужны для перемещения в квантовой реальности. Марвел представляет «Мстители. Финал». В 2019 году юные казахстанцы смогут увидеть на больших экранах пять фильмов, дублированных на казахский язык. Это «Дамбо», «Аладдин», «История игрушек 4», «Экранизация короля льва» и «Холодное сердце 2». На этот раз героям предстоящих блокбастеров свои голоса подарили известные казахстанские актеры. Нурлан Алимжанов, известный по картине «Путь лидера», и Даурен Сергазин, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Брат или брак». 28 марта начинается показ семейного фильма «Дамбо», снятого в стиле фэнтези режиссером Тимом Бёртоном. Ремейк популярного мультфильма 1941 года расскажет нам о невероятной истории маленького слонёнка с большими ушами, который, устав от издевательств и насмешек зверей, научился летать. «Дамбо» станет 28-м фильмом, дублированным на казахский язык. В кастинге для дубляжа приняли участие более 30 актёров из Алматы и Астаны. А вот 23 мая к выходу готовится анимационный фильм «Аладдин» режиссёра Гая Ричи. На казахском языке заговорят Уилл Смит, Мена Масуд и Наоми Скотт. На полнометражном ремейке «Аладдина» мы бы хотели заострить внимание, так как буквально на днях вышел полноценный трейлер захватывающего восточного приключения. В ролике показали знакомство главного героя с Джинни в исполнении Уилла Смита, причём появляется он и в виде синего духа, и в виде человека. Похоже, что в киноадаптации «Аладдина» также прозвучат многие песни из классического мультфильма 1992 года. В середине февраля в тизере ленты нам показали, как будет выглядеть Джинн. Многим его синий кожий облик показался неоднозначным, но в полноценном трейлере мастерам по графике удалось доработать персонажа. Мы решили вспомнить, как ещё Дисней менял образы популярных героев своих мультфильмов при съёмках киноадаптаций. В 1956 году английская писательница Доди Смит опубликовала свой роман для детей «101 далматинец». Спустя пять лет студия Дисней экранизировала этот роман, выпустив полнометражный мультфильм с тем же названием и сюжетом. А в 1996 году по мотивам той же истории вышел художественный фильм. Ключевого персонажа в нём, Круэллу де Виль, сыграла американская актриса Глен Клоус. Отличий у мультипликационного и кинематографического образа хватает. Впрочем, судьба у персонажей была похожа. И та, и другая в итоге теряли голову из-за одержимости далматинцами. У Дисней есть две картины с названием «Золушка». Первая вышла в 1950 году, это был полнометражный мультфильм. Релиз второго состоялся 65 лет спустя. И это был уже художественный фильм с живыми актёрами. В мультике Золушку звали Золушкой, в фильме же главную героиню звали Элли. Были и другие различия. Например, в оригинале Золушка и Принц встретились на балу. В ремейке же они познакомились задолго до него. Надеюсь, мы ещё увидимся. И я надеюсь. Женщины-злодеи в ранних мультфильмах Дисней всегда получались особенно хорошо. Взять, например, мультфильм 1959 года «Спящая красавица». В 2014 году в Дисней решили сделать фильм по мотивам этого мультика, однако сняли не полноценный ремейк, а приквел, который рассказал об антагонистке, злой фее Малефисенте, наложившей проклятие на главную героиню Аврору. В мультфильме Малефисента была очень злой и мстительной и в конце превращалась в дракона. В фильме 2014 года её сыграла Анжелина Джоли. Малефисента по-прежнему была мстительной, однако повод для мести был более оправданным. Это не обида из-за того, что король не позвал её на праздник по случаю рождения дочки, а ненависть королю, который втёрся к ней в доверие, чтобы подрезать ей крылья. На этой неделе в широкий прокат выходит продолжение исторического кинополотна «Казахское ханство. Золотой трон», снятая киностудией «Казахфильм». Режиссёром картины вновь выступил Рустем Абдрашев. Продюсировал проект Армана Сенов, который также исполнил одну из основных ролей. Первая и вторая часть «Казахского ханства» сняты по книге Ильяса Исинберлина «Алмазный меч». Фильм будет представлен в республиканском прокате на русском и казахском языках. Сюжет ленты описывает период, когда султаны Кирей и Женебек вместе с казахским народом отделились от узурпатора Абулхаира Шайбани и основали собственное ханство. Первым на престол был возведён Кирей, но враги не желали так просто отдавать земли и решили сокрушить казахское ханство. Чтобы выжить, народу необходимо было постоять за себя, сразиться с завоевателями и дать им отпор. Инициатором киноверсии и режиссёром-постановщиком выступил Рустем Абдрашев, вошедший по версии Пусанского кинофестиваля в число 100 лучших режиссёров Азии. В общей сложности на два сезона у нас ушло 4 года нашей жизни, нашего огромного коллектива, команды. Часть команды покинула после первого сезона. Не все выдержали такой, я бы сказал, марафон кинематографический. Это мы проделали огромный путь, на самом деле, огромный путь и моральный, и физический, и материальный, и временной. История этой части охватит период с 1470 по 1485 годы, когда между казахскими племенами и шайбанидами шла борьба за Сыганак, город, расположенный на караванном пути. Сценарий по книге Ильяса Исинберлина написали Тимур Жаксылыков, Смогул Елюбай и Рустем Абдрашев. Съёмки фильма прошли в Южном Казахстане, на Джайляу-Ирсу и в Туркестане. Я всё время говорю, мы прожили целую жизнь за эти четыре года вместе с нашими героями, персонажами. Потому что метафизика кино, когда делаешь историческую картину, время имеет свойство сопротивляться. Я всегда об этом говорю, это как в Сопромате, материал сопротивляется. То бишь не только металл сопротивляется, но и время сопротивляется. Мы сквозь время проделали огромный путь, пробили брешь, сходили туда, окунулись в эту атмосферу. Временами есть ощущение, что мы встретились с нашими предками. Кроме известных правителей, в киноленте упоминаются и другие исторические личности. Великий Батыр Кобланда, Рабия Султан Бегим и дочь Тимурида Улубека. Создатели картины проделали огромную работу, досконально изучив все имеющиеся материалы, описывающие события тех лет. В казахском мифотворчестве такой персонаж, как Асангайгэ, Кастуган. Это люди, поэты, сказители той эпохи. Если аналогию наших времен проводить, это, наверное, как госсекретарии. Я считаю, что это вот такого масштаба люди того времени, которые участвовали в строительстве нового этноса на тот момент, в 15 веке. Это удивительно интересный исторический период. По словам создателей картины, вторая часть стала более насыщенной, в ней больше экшена. Также ее отличительной особенностью станет профессиональный русский дубляж, подготовленный совместно с российской киностудией «Невафильм». В озвучании участвовали голоса, дублировавшие голливудскую ленту «Пираты Карибского моря». Это впервые в истории казахского кино, когда русскоязычная версия сделана такой серьезной командой. Я думаю, этот опыт в дальнейшем мы должны продолжать, потому что русский язык, он открывает горизонты. Об этом я вот открыто заявляю, потому что мы хотим достучаться до не только казахского зрителя, но и для всех наших соседей. И вот русский язык нам этому большое способствует, помогает. Я думаю, в дальнейшем еще и англоязычные версии надо делать, чтобы расширять свои горизонты. Еще одна киноновинка казахстанского производства – криминальная комедия «Кино по понятиям». Продюсерами проекта выступают Осесь Адвокасова и Оскар Бесембин, которые также исполняют главные роли в картине. И режиссировал фильм Анвар Маджанов, известный по работе над такими успешными проектами, как «Бизнес по-казахски в Африке» и «Гудбай мой бай». Комедии про свадьбу уже всем надоели, поэтому – экшн-графт. Какой сценарий? Ты кто? В главных ролях помимо Осесь Адвокасовой сыграли Фархад Кульбаев, Джохан Утергалиев, Асан Мажид и Миржан Турибаев. А также в качестве актера дебютировал режиссер Оскар Бесембин. Съемки картины стартовали в конце декабря прошлого года и завершились в последних числах января. Главный герой фильма – Ханат Кожанов, начинающий горе-сценарист и режиссер. Он нарывается на криминальную банду, которая из-за пристальной слежки подполковника Убопа вынуждена снять фильм Ханата и сыграть в нем главные роли. Приготовились? Начали! Либо ты находишь другого актера, либо я нахожу другого режиссера. Еще одна новинка проката этой недели – казахстанская семейная комедия «Каникулы офлайн». Режиссер ленты Руслан Акун известен по фильмам «В поисках мамы» и «Кокпар. Время стойких». Продюсерами картины выступили Ахан Сатаев и Эрнар Курмашев. Съемочной площадкой летней комедии стал один из живописных поселков, расположенных в Алматинской области. Дети непослушные, капризные, постоянно в телефонах, к тому же не знают родного языка и культуры. Вместо лагеря в Америке отправлюсь в село. Мы откроем лагерь и красиво назовем «Аул Кэмп». Какой нормальный родитель отдаст свое чадо в лагерь в селе? Да еще и за деньги. Татья, не делайте из него лоха. Он там будет играться, общаться, воду таскать, дрова рубить на воду. Ладно. Известный режиссер Руслан Акун решил сделать казахстанцам замечательный подарок на наурыз. На экраны казахстанских кинотеатров выходит новая семейная комедия под названием «Каникулы офлайн». Лента наполнена множеством шуток и комичных диалогов. Над ней трудились создатели популярных комедий «Брат или брак» и «В поисках мамы». Ну, во-первых, я хотел снять фильм, на котором я бы с удовольствием пошел всей своей семьей со своими детьми. А также я хотел отразить стремление чайно нашей молодежи. И мне хочется на экране больше видеть героев-предпринимателей. И в этой связи я хотел, чтобы была про молодого человека, активного предпринимателя, который предпринимает усилия для улучшения своей жизни и не ждет ничьей помощи. Картина рассказывает о трех друзьях-студентах, которые решили начать собственное дело. Ребятам пришла идея открыть этнолагерь для городских детей, где они могли бы получить знания о национальных традициях и жизни в селе. Молодые люди убеждают родителей ребят, что такой лагерь – идеальное место, чтобы их дети избавились от привычки постоянно находиться с головой в планшетах и телефонах. Там мальчикам и девочкам придется расстаться с гаджетами и погрузиться в новую для них атмосферу. Но далеко не все из них готовы к таким переменам. С появлением первых детей в лагере герои фильма переживают множество курьезных, а порой и опасных ситуаций. На самом деле много было, да, мы часто работаем с детьми, у нас практически в каждом фильме есть ребенок, есть детские роли. С одной стороны, с ними очень сложно работать, но с другой стороны, очень, наверное, приятно, потому что они искренние и настоящие. И если с ними найти общий язык, я думаю, то дело пойдет, и пойдет хорошо. Съемки проходили в живописных местах Алматинска и Жамбылской областей и в Южной столице. Вместе с профессиональными взрослыми актерами в фильме снялись и дети. Кастинг проходил в течение нескольких месяцев. Удивительно, но одного из будущих актеров режиссер встретил в ауле. Увидев мальчика, сидящего верхом на лошади, Руслан Акун сразу понял, что перед ним будущий герой картины. С таким количеством детей это, во-первых, тяжело. Да, это тяжело стоит отметить. Но все-таки, через пару дней, наверное, все-таки мы вошли в свое русло. И, по сути, наша съемочная площадка вообще превратилась в лагерь. Я сегодня исполняла роль, вообще должна быть медсестрой Оля. Но по профессии так вышло, что она ветеринар. Всего съемочный процесс занял 22 дня. Однако этому предшествовало более 6 месяцев подготовки. В процессе съемок оказалось, что на самом деле не только для самых маленьких актеров, но и для взрослых людей сельская жизнь окажется непростой. Долгое время съемочной группе приходилось привыкать к удобствам на улице и отсутствию инфраструктуры. А контакт с домашними животными, особенно лошадьми, у многих вызывал неподдельный страх. Если честно, этот фильм мне прям в душу зашел, потому что я до этого как-то даже наши фильмы не смотрела. Но этот фильм просто... Я сейчас очень хочу поехать куда-нибудь в Паул, там затосить с ребятами. Вообще, я не хотела в лагерь, но после просмотра этого фильма мне захотелось в лагерь. По словам режиссера, этим фильмом он старается популяризировать жанр семейной комедии в Казахстане, зарождает новый тренд, направленный на укрепление семьи. Также поднимает важную и актуальную тему – зависимость детей, подростков и молодежи от гаджетов и социальных сетей. Также по ходу сюжета зрители смогут многое узнать о казахских национальных традициях, играх и соревнованиях. Ты теряешь навык видения. Подумай, почему я сижу за этим столом, а ты носишься по подворотням с напарником на 20 лет моложе тебя. У Энтони подвешен язык, но он тупой. Меня заботит будущее, которое я разделю со своей девушкой. Будущее – это не то, о чем стоит думать. Какой приятный сюрприз. Мы без вас уже соскучились. Спасибо. Любители жанра боевик на этой неделе также не останутся без фильма, на который стоит обратить внимание. Мел Гибсон и Винс Вон стали полицейскими напарниками в новой криминальной истории от автора ужастика «Костяной томогав» Крейга Залера. Экшен с жестким названием «Закатать в асфальт» в кино с этой недели. После драмы «По соображениям совести», где Мел Гибсон был режиссером, а Винс Вон находился в кадре, две звезды вновь поработают вместе. Мел Гибсон и Винс Вон сыграют полицейских напарников. Их выгоняют из полицейского участка после того, как всплывает видеозапись, на которой они жестко выбивают показания из подозреваемого. В поисках заработка герои решают связаться с криминальным миром. Мы с тобой имеем право требовать должную компенсацию. Другой дороги нет! Да, лези как птица! Для самых юных зрителей на этой неделе стартует испано-американский анимационный фильм «Волшебный парк Джун». Бюджет мультфильма составил немалые 100 миллионов долларов, а режиссером мультфильма выступил бывший аниматор студии Pixar Дилан Браун. В этом же году дебютирует телесериал, основанный на этом мультфильме. Он выйдет на одном из развлекательных детских телеканалов. По сюжету мультика девочка-фантазерка по имени Джун однажды обнаруживает, что придуманный ею чудесный парк развлечений абсолютно реален. Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее мечты. На помощь девочке придут ее новые друзья – волшебные звери парка. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим об экранизации классического мультфильма «Дамбо», выходящего в наш прокат еще и версии с казахским дубляжом, комедии отечественного производства «Мама плюс папа» с Муратом Бесембином главной роли, а также новом фильме ужасов от создателей хита «Прочь» под названием «Мы». Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова